Всем привет! Меня зовут Коварев Антон. Я работаю iOS-разработчиком в компании Rosberry и работаю в этой компании уже пятый год. Начинал вообще я работать с айфонами iOS уже очень давно, еще когда 3GS был самым мощным устройством на рынке. И, как вы можете понять, повидал я многое. В частности, многое связанное с юзер-интерфейсом. И вообще, давайте вернемся немного, отвлечемся от AirKit'а, вернемся немножко лет на 10 назад, когда Стив Джобс впервые представлял айфон. И если вы помните, то когда он его впервые показывал людям, он удивил их тем, что там был плавный скроллинг. То есть как бы не AirKit'ом, не какой-то клевой камерой, а именно плавностью юзер-интерфейса. На тот момент это было просто нечто потрясающее. Люди даже вставали со своих мест, чтобы посмотреть, что это такое, как это они делают и почему это так волшебно работает. И тем самым Apple поставили очень-очень высокую планку на то, как должен работать юзер-интерфейс. И, соответственно, для нас, как для разработчиков, появилось очень много ограничений на какие-то вычисления лояута, выполнение всяких операций и так далее. И, как я уже сказал, я поработал со всеми возможными способами работы с юзер-интерфейсом в iOS. Это работа из кода, это работа с ксибами, работа со стерибордами и с автовой яутами. Все это я уже знаю. И когда в конце 2016 года я услышал о вот этом чудесном фреймворке AsinDisplayKit, мне стало очень интересно, что же, собственно, это за такой фреймворк, который предлагает нам распараллелить весь UI, который... Об этом я скажу чуть позже, но сразу спойлеры. Он работает вообще в сам UI, только на главном потоке. Итак, сейчас я хочу показать небольшую демку. Демка простая. Вообще, изначально весь AsinDisplayKit был разработан компанией Facebook для приложения Paper. Кто-то о нем слышал? Так, отлично, три человека, это мало. Вообще, айосников сколько здесь? Просто, чтобы знать аудиторию. Так, вас немного. Хорошо, буду работать на вас. Так, собственно, приложение Paper — это новостной агрегатор вот компании Facebook, который показывал, в основном был создан для того, чтобы показать, как хорошо и интерактивно пользователь может работать с мобильным устройством, потому что все уже закостенело, все эти классические таблицы, скроллинги, все это уже людям надоело, и Facebook решили показать, как это работает. К сожалению, Facebook прикрыли Paper в 16-м, кажется, году как раз-таки, и показать его вам я не могу. Но после того, как приложение Paper было выпущено, Facebook в 2014 году заопенсорсили свой AsinDisplayKit, начали его разрабатывать активно вместе с сообществом, и к ним присоединились Pinterest. Про Pinterest кто слышал? Уже больше. Отлично. Итак, приложение Pinterest на iOS целиком и полностью построено на AsinDisplayKit. Что это за приложение? Вы, наверное, все знаете, но это просто приложение, в котором можно просматривать картиночки, которое очень красиво работает со всякими переходиками. Пожалуйста, посмотрели. Здесь тоже что-то можем еще дальше посмотреть. Нажали назад, он красиво ушел обратно. Также есть всякие интерактивные такие переходики. Все работает очень красиво, плавно и гладко. И основная заслуга вот этой плаванности, гладкости и всего остального как раз-таки ложится на плечи фреймворк AsinDisplayKit. Вернемся к нашим баранам. Итак, мы посмотрели на то, что может AsinDisplayKit. И давайте вообще вспомним, как работает юзер-интерфейс в iOS. Неважно, что вы хотите показать пользователю. Будь то просто какой-то текст. Или будь это какая-нибудь замечательная, чудесная, милейшая видяшка, когда выдорочка кушает свой корм. Или это может быть какой-то сложный интерфейс какой-нибудь там с кучей всяких разных видов ячеек, которые могут быть горизонтальные, которые могут быть всякие самые разные. Неважно, как это все происходит, все это работает в главном потоке. Что накладывает на нас свои ограничения? Давайте разберемся, что это за ограничения. Частота обновления экрана, которую, собственно, пользователь хочет видеть, равна 60 кадрам в секунду. Из этого легко рассчитывается теоретическое время отрисовки одного кадра. Это 16 миллисекунд. Это вообще немного, это очень-очень мало. Но есть еще одно ограничение. Сама система iOS тоже отжирает достаточное количество ресурсов, и фактическое время отрисовки остается приблизительно 10 миллисекунд. Напомню, что экран отрисовывается 60 раз в секунду. Пока я это говорил, экран должен был отрисоваться уже очень-очень много раз. Просто, чтобы вы понимали временные рамки. И если представить наш главный поток, который, собственно, занимается отрисовкой UI, и не только, то он может выглядеть так. Каждая рисочка отвечает одному кадру. И мы можем отрисовать кадр приблизительно вот за это время. Это будет прекрасно. Почему? Потому что у пользователя останется все оставшееся время в данном тике. Будет оставлено для интерактива. То есть для обработки тачи пользователя и всего остального. Если мы отрисуем чуть побольше, тоже в целом приемлемо. И так даже приемлемо. Но уже меньше времени на обработку тачи. Но как только происходит подобная картина, у нас происходят фреймдропы. Кто видел фреймдропы? Кто знает, что это? Отлично. Специально для вас у меня есть видео. Фреймдропы происходят вот так. Лагает мне презентация. Лагает видео. То есть как только пользователь начинает скроллить приложение, у него происходят вот такие вот спайки. То есть казалось бы, экран должен двигаться плавно, но нет. Это означает, что мы вылезли за допустимые пределы. Что предлагает Async Display Kit? Async Display Kit предлагает нам разнести вот это вот все, вот эту вот ужасную картину, вот в такую. То есть мы разгружаем главный поток настолько, насколько это возможно. Оставляем там только самые критически важные куски. В частности на отрисовку. И все оставшееся время мы отдаем на то, чтобы пользователь мог взаимодействовать с устройством. А все оставшиеся вычисления по расчетам, лейаутам, по расстановке элементов мы отдаем в подграунд потоке. Итак, вот такую, еще раз напомню, фрейм дропы можно превратить вот в такую листающуюся прекрасно табличку. Она, как вы видите, без спайек листается. Естественно, какой-то контент может не успеть прогрузиться, но лучше будет, если пользователь увидит какой-то placeholder, чем увидит спайки. Итак, что предлагает нам Async Display Kit при работе с UIM? Вообще классическая работа с UIM выглядит приблизительно так. У нас есть лейеры, как основной наш инструмент, и над ним есть абстракция в виде view. Они работают только в главном потоке. Async Display Kit вводит новую абстракцию, которая называется нода. И эта нода работает полностью асинхронно. Это накладывает на нас определенные обязанности по отрисовке, но в целом дает очень большое количество возможностей. Итак, как такие бывают ноды? Ноды бывают самые разные. В основном, я не буду зачитывать это все, это одища, в основном все ноды это просто обертки над уже готовыми UI элементами. То есть ячейка, кнопка и все остальное. Но ноды можно использовать, естественно, просто как кидать их на UI view, без всяких запах. Но тогда они будут работать неправильно. Они будут, при каждом появлении на экране, они будут флешить. Как по-русски это правильно сказать? Для того, чтобы они работали корректно и для того, чтобы понять всю мощь асинхронности, разработаны специальные контейнеры, которые, по сути, те же контейнеры, какие мы используем обычно для коллекции, таблицы и всякого рода view-контроллера. Чем хороши эти контейнеры, помимо того, что они позволяют работать с нодами? Они также включают в себя очень много user experience плюшек. Например, интеллектуальный прилоадинг. К нему мы сейчас и обратимся. Как вы видите, здесь есть такая как бы шкала, не шкала, а область, области взаимодействия пользователя с вашим приложением. У нас есть области прилоад, области дисплей и область визибл. Каждая из областей отвечает за свою какую-то сферу. Область прилоад отвечает за сферу предзагрузки данных. То есть, как только в вашем приложении пользователь начнет скролить ленту, у вас будут вызываться специальные коллбеки, в которых вам необходимо будет выполнить какие-то действия. В частности, в области прилоад вам надо будет просто предзагрузить данные. То есть, вы можете выполнять реквесты для загрузки какой-то новой пачки данных и так далее. В области дисплей начнут считаться лейауты. То есть, это все будет происходить плавно и в бэкграунд-потоке. То есть, ваши лейауты будут рассчитываться. И как только нода хотя бы одним пикселем попадет на экран, она автоматически станет видимой, визиблой и будет отображаться. Что такое интеллектуальный прилоадинг? Вот красненьким выделена видимая часть экрана и все остальные части экрана выделены другими цветами. Соответственно, интеллектуальный прилоадинг работает не только в одном направлении, вертикальном. Точно так же, как только у вас на экране появляется, например, коллекция внутри ячейки, что в целом частый кейс, у вас происходит дополнительный прилоадинг уже в другую сторону. Точно так же, весь этот прилоадинг работает, помимо того, что он просто все делит на области, он еще и запоминает направление движения пользователя. То есть, если, например, пользователь скроллит ленту классическим способом, он начинает увеличивать области прилоады и дисплея вниз. Соответственно, как только пользователь остановился и поскролил чуть вверх, все происходит в точности наоборот в другую сторону. Спасибо, Мак. Перейдем к layout engine. Собственно, что это такое? Это как раз-таки то, как мы можем располагать элементы на экране. Напомню, что в iOS это может быть обычная работа с преймами, это могут быть ксивые стерриборды и могут быть автолейауты. Layout engine работает на основе CSS Flixbox. Кто с этим знаком? Так, вас немного. Окей, CSS Flixbox пришел к нам из веба, и он предлагает нам работать с контейнерами. И как раз-таки на основе этих контейнеров работает layout engine в осень-дисплейке TEP. Основные понятия — это спека и элемент. Спека — это, собственно, спецификация того, как будет располагаться какой-то элемент. Что прекрасного в этом движке, так это то, что сами спеки точно так же являются элементами. Это позволяет нам складывать спеки внутри спек. Это чрезвычайно удобно, и это помогает нам избавиться от каких-то, знаете, лишних обертываний. То есть, когда у нас, например, есть два лейбла, которые нужно расположить в центре ячейки, как это обычно делается, мы складываем их в какую-то еще одну вьюху, в какой-то контейнер, и ее уже центрируем. Здесь этого делать не надо, потому что вы просто можете создать дополнительную спеку. Вуаля. Итак, пройдемся по... Пройдемся, я говорю. Пройдемся по спекам. Самая часто используемая спека — это степ. Ничего проще придумать нельзя. Оранжевенький — это контейнер, синенький — это элементы. То есть, вы просто располагаете ваши элементы внутри какого-то контейнера, горизонтально или вертикально, с какими-то отступами друг от друга и так далее. Есть еще спека с инцетом. То есть, как только вдруг вам понадобилось добавить какие-то инцеты, отступ снизу, отступ сверху, пожалуйста. Положить одно на другим очень легко можно с этим спеками. Центрировать точно так же. То есть, чаще все основные операции уже сделаны с помощью каких-то созданных спек. Если вам нужно показывать какую-то картинку в определенном соотношении сторон, тоже это все возможно. Так. Как вы видели, в Pinterest там все выглядит приблизительно вот так. То есть, все ячейки выглядят приблизительно таким образом. И давайте разберем, что мы здесь видим. Здесь мы видим ячейку, которая выделена красным, и в ней есть дополнительные элементы. Собственно, ячейка — это стек вертикальный, в котором располагаются другие элементы, другие спеки. Как мы видим, картинка — это картинка с кнопкой в центре. Это, собственно, центр спека. Дальше мы идем, смотрим у нас еще один стек, еще один стек. Все они хорошо друг с другом сочетаются. И с помощью вот этой вот модели, в Xbox, можно делать UI любой сложности. И занимает это намного меньше строчек, чем что бы вы ни делали раньше. Как это выглядит в коде? У каждой ноды есть специальный метод, который запрашивает у вас layout spec.fits. И здесь вы должны будете, собственно, просто вернуть описание вашей спеки. То есть, например, если это стек, здесь вы просто создаете стек к спеку, складываете туда элементы и отдаете. Все. Еще прекрасная такая удобная вещь — это дебаггинг. Для того, чтобы дебажить UI-интерфейс, чаще всего нам нужно как-то либо просто смотреть на виденную элемент, а как он находится, где он располагается, либо в X-коде уже ввели на углу. Вы знаете, нажимаешь там, у вас сканется экран, раскладывается, в 3D-модели тоже можно его смотреть. Здесь это представлено вот в таком виде. Можно распечатать с вашу спеку, и она в виде ASCII-арта покажет вам иерархию ваших вьюшек. Чрезвычайно удобно и полезно. Размеры. Когда вы располагаете какие-то элементы, вам иногда будет необходимо указать размерность. То есть размеры можно указать в процентах или в абсолютных величинах. Проценты — это проценты от контейнера, то есть, например, если... Об этом я скажу чуть позже. И абсолютные величины, понятно, если вам нужна кнопка шириной в 70 пикселей, пожалуйста. Процентные соотношения. Как мы видим, оранжевым выделена область, в которой находится контейнер. И внутри него лежат еще две ноды. Одна из них занимает ровно 40%, другая — 60%. В коде это будет указано... Не так. Вот так. Вы просто укажете, что у вас будет ASDimension, в котором вы укажете 0.4, а у второго можно даже не указывать, просто сказать, что он заполнит оставшееся пространство. Очень удобно. Есть также очень-очень удобная вещь. Это автоматическое управление с обнодами. Обычно в iOS, когда мы создаем какую-то вьюху, например, из кода, мы делаем как-то мы view, add subview, и, собственно, что мы добавляем на нашу вьюшку. Здесь этого делать не надо. Здесь можно выставить вот этот флажок, и нода, исходя из той спецификации, которую вы отдаете, она сама поймет, какие subnоды ей нужно менеджить и в какой момент их добавить. То есть не будет лишнего буллет-плейта. Также есть очень удобное свойство у нод. Это hit-test-слоп. Часто бывает такое, что, например, по дизайну кнопочка выглядит маленькой, какой-нибудь, знаете, в текст-филде крестик. Но если вы просто эту кнопочку создадите с помощью этой картинки, то она, скорее всего, тоже будет маленькой, и область нажатия будет маленькой. Это неудобно. И для того, чтобы сделать ее побольше, нужно как-то ухищряться, увеличивать фрейм, центрировать изображение и так далее. Здесь же этого делать не надо. У вас есть маленькая кнопка, вы увеличили ее область нажатия с помощью вот этого свойства, и все. Чаты. Кто-нибудь делал чаты, когда-нибудь делали? Знаете, есть такая вот тема, когда в чатах таблица инверсирована. То есть начало таблицы, ну, как верхушка таблицы, когда мы скроллим ленту новостную, у нас сверху. Как только мы пытаемся початиться, она инверсирована. То есть все самое свежее находится снизу. И для того, чтобы посмотреть историю, вы скроллите вверх. Чтобы сделать подобное на iOS, нужно очень-очень ухищриться либо какую-то математику с обычным направлением, либо инверсировать ее, и потом там еще куча костырей. Здесь этого делать не надо, все уже встроено из коробки. Одно свойство, вуаля. Image Modification Blocker. Бывает такая тема, что вы выставляете изображение, и вам необходимо, чтобы оно было со скругленными краями, например, или чтобы оно было заблюрено. И чтобы это сделать, тоже нужно как-то ухищриться, то есть нужно вызвать кучу всяких методов, перерисовки и так далее. Здесь же просто Modification Block, который вы выставляете непосредственно в Image ноды, и каждое изображение, которое вы будете выставлять в бэкграунде, будет вот так вот парситься, и вот, например, в данном случае к Image применяется Blur. Опять же, это все происходит без лагов, без каких-то фреймдропов. Пользователь видит обычный placeholder до тех пор, пока изображение не будет готово для показа. Placeholders. На всякий случай, если вдруг кто забыл, что такое placeholders, плюс их колдеры в современном мире в мобильной разработке выглядят приблизительно так. То есть вот, судя по вот этому экрану, мы понимаем, что здесь будет какое-то изображение, там будет, наверное, какой-то автор и какая-то подпись. Все предельно понятно. Потом, как только все подтянется, все данные подтянутся, они красиво отобразятся, и это placeholders. Здесь в AsyncDiskLayKit они уже заранее встроены. То есть любая нода, которую вы захотите отобразить, уже имеет встроенный placeholder. Свойство placeholder enabled, включено по умолчанию, и можно добавить fade duration. То есть, например, вы хотите, чтобы все ваши ноды при загрузке отображались не сразу вот так вот, а с фейтом, с красивой анимацией. Это тоже все это подоставляется. Сейчас я хочу вам немножко рассказать о том, как я, собственно, работал с AsyncDiskLayKit, откуда у меня все эти знания и так далее. У нас в компании появилась такая небольшая задачка. Наши дизайнеры очень часто серфят интернет в поисках какого-то вдохновения, в поисках каких-то картиночек, и они их сохраняют себе на компьютерах. Или в девайс, неважно. И потом они хотят к этому вернуться достаточно легко и просто. И вот здесь вот, собственно, и пришла идея того, что мы можем сохранять изображение, добавлять к ним какой-то тег, и потом по этим тегам легко искать. Вот. И именно поэтому у нас родилось приложение, это Jim, название у него, конечно, такое себе, но суть простая. Это приложение, в котором вы видите какие-то картинки, сверху теги, например, какой-нибудь файл, ранее. Пошел поиск, вот мы нашли какие-нибудь картинки, например, троллейбус, всем известный. Вот. Идея приложения предельно проста. И для того, чтобы как-то нам попытаться на нем научиться, мы решили попробовать его сделать на Async Display Kit. Понятно, что пользователи будут у приложения разные, поэтому нам необходима система с логином и паролем. И здесь закралась первая такая неожиданность. Простите, это поворот экрана, по факту он поворачивается. Здесь закралась первая неожиданность, с которой мы столкнулись. Async Display Kit предоставляет нам так называемую текст ноду, с помощью которой мы можем вводить какие-то данные. Ну вот как обычно мы это вводим, какие-то надписи и так далее. И, как оказалось, она работает на текст вью. Казалось бы, ничего страшного, но как только мы начинаем вводить данные какие-то... И тут пароль. Чтобы ввести пароль, обычно у нас появляются вот такие буллеты черные. Но эти буллеты в iOS работают только в текст филде. И вот здесь вот у нас появилась неожиданность. В Async Display Kit нету текст филда, есть только текст вью. И поэтому Secure Text вводить — это проблема. Собственно, как мы и решили, мы создали свою ноду, которая под капотом использует Text Field. Как бы это не то, чтобы такое сложное, не то, чтобы легкое, но в общем это был челлендж. Это было первое такое непонимание у нас в Async Display Kit. Второе непонимание сложилось у нас с кнопочкой. Видите, кнопочки сейчас в неактивном состоянии. Как только я ввожу пароль какой-то, она становится активная. И Async Display китовые кнопки, button-ноды, не имеют каких-то дефолтных поведений. То есть, да, он имеет все стейты, вы точно так же можете проставить любые картинки, любое поведение. Вы можете сделать что угодно, это будет работать великолепно, но дефолтных состояний у него нет. Это еще одна неожиданность. Не критично, но неожиданно. Дальше. Как вы видите, приложение состоит из коллекции основной, в которой, собственно, находятся картинки, и сверху еще одна коллекция с тегами. Вот. И, соответственно, мы поняли, что нам надо будет работать с коллекцией. И как только мы дошли до того момента, что нам нужно добавлять какие-то элементы в коллекцию или удалять, вылезли еще несколько интересных особенностей. Первая особенность заключается в том, что когда мы добавляем элементы в коллекцию, это надо сделать определенным способом. То есть мы сначала подготавливаем наш data source, потом в методе performBatchUpdates у коллекции мы вызываем все анимации и всего делов. То есть как бы все это происходит в одном красивом кусочке кода и все. Здесь же очень важен порядок. По какой-то причине, когда мы делали это точно так же, как мы делали все с обычной коллекцией, AsimDisplayKit выдавал нам какие-то варнинги. Мы варнинги не любим, мы решили посмотреть, давай попробуем последовать этим варнингам, убрать их и сделать, как он просит. Мы попробовали сделать, как он просит, и он начал крашиться. Отлично. Собственно, этот момент мы оставили как есть, в смысле мы оставили варнинги, мы убрали краши, и до сих пор мне не совсем понятно, почему это происходит и зачем, главное. Вот. Следующей неожиданностью для нас было отсутствие механизма переиспользования, как такового. Те, кто работают с iOS, да, наверное, и с Android, не знаю, как там это, но в iOS точно это работает следующим образом. Как только вы увидите какую-то коллекцию на экране, это значит, что у вас есть ячейки. И эти ячейки в пограничном количестве. То есть, если у вас есть, например, тысяча элементов, у вас не будет тысяча вьюшек. У вас будет только столько, сколько вам необходимо, чтобы не засирать память, чтобы приложение не закрашилось и само себя не уничтожило. Вот. И это работает благодаря механизму переиспользования. То есть, ваша вьюшка, которая уже когда-то отображалась, подсовывается вам еще раз, вы проявите с ней какие-то операции и отображаете ее как будто бы это другая вьюшка. Здесь же этого нет вообще. Каждый раз, когда ячейка будет попадать на экран, то есть, вот, например, я начал скроллить, и каждый раз, как только новая ячейка попадает на экран, она заново создается. Я посмотрел по всяким профайлерам, и это как бы не сильно напрягает систему. Просто Async Display Kit работает с вот этими специальными областями, о которых я вам раньше рассказывал, и именно в них заранее проходят все эти операции тяжеловесные по созданию, по добавлению всех вьюшек, и все вот это происходит не в момент перед непосредственно отображением ячейки, а намного раньше, и это позволяет Async Display Kit полностью отказаться от переиспользования, что в целом только плюс. Потому что, не знаю, как у вас, но у меня частенько бывали такие случаи, особенно по первости, когда ты выделил какую-то ячейку, вроде State Select, все отлично, начинаешь скроллить, но смотришь, другая ячейка Selected. Или такой, что, почему, а все потому, что переиспользуем. Вот. Еще у нас возникла такая божинка, о которой я, собственно, уже расскажу дальше. Демка уже нам не потребуется. Божинка была следующая. Как только мы поворачиваем наше устройство с какой-то картинкой, мы ожидаем, что мы увидим ее вот в таком виде. И все вроде бы хорошо. Но как только мы начали делать это с нашей текущей реализацией Приджера, мы столкнулись вот с такой вот темой. Ты поворачиваешь устройство, и оно поворачивается вот так. Что происходит, непонятно. Я реально потратил день или два рвала на себе волосы, не понимал, что происходит. Я смотрел на цифры, я залазил в дебаггер, я проверял, как рассчитывать целый аут, и все рассчитывалось правильно, но отображалось некорректно. Я начал разводить руками, потом вспомнил, что есть Slack, Slack-канал у этого фреймворка. Я зашел туда, написал, ребята, вот такая вот у меня проблема, что с этим можно сделать. И к моему большому удивлению комьюнити даже не разработчики, а комьюнити мне подсказали одну интересную вещь, что при работе с изображениями их лучше всего всегда оборачивать в ратиоспеку. То есть, как только мы получаем изображение, мы рассчитываем у него ратио, то есть соотношение сторон, ширину делим на длину, выставляем вот в эту ратиоспеку, туда засовываем имейдж, и тогда мы будем видеть правильную картинку. Это такой совершенно неочевидный момент, но мы с ним справились. Также у нас есть экстеншн, в котором, то есть, вы, например, вылазите по галерее и можете прямо с галереи добавить фотку в приложение, не открывая приложение. Это удобно. И там нам необходимо было представить картинку в сжатом виде, и мы использовали тот же самый подход. То есть, вроде бы, привычнее было бы использовать какой-то size to fit, но его нет. Массивный дисплей китер. То есть, там нужно обмыслить немножко другими категориями. Вот, что, как бы, заставляет вас немножко сменить point of view. Еще одна неожиданность, это интероперабилити с свифтом. Сам фреймворк написан полностью на Objective-C. Оно и понятно, в основном он даже, наверное, написан на оси, на плюсах. И, соответственно, в Objective-C нету такой строгой типизации, как в свифте. И у каждой ноды есть своя вьюшка. Ну, подконтрольная вьюшка. В Objective-C вы можете легко скастить ее во что угодно, никаких проблем у вас с этим не будет, но в свифте вам придется делать форскаст. С учетом того, что мы используем свифтлинт, и для того, чтобы у нас было как можно меньше грязи в коде, нам приходится делать вот такую вот фигню. То есть мы дизейблим свифтлинт на момент форскаста, форскастинг, и используем дальше. С этим, к сожалению, ничего и поделать нельзя, просто в связи с тем, что в фреймворке написано Objective-C. Это было достаточно неприятно. Впечатления, выводы. Вообще, фреймворк невероятно мощный. Он позволяет делать UI любой сложности, блюрить картинки на лету, что-то еще, все, что вам вообще заблагорассудится, и это будет работать быстро, это будет работать без лави. И вам доступно точно так же очень много всяких плюшек прямо из коробки, о которых я вам заранее говорил. Увеличить область нажатия легко, инверсировать таблицу, вообще, пожалуйста. и плейсхолдеры. Вуаля. Нынче все дизайнеры любят использовать плейсхолдеры, потому что самое ценное сейчас в мобильных приложениях это скорость. То есть пользователь не хочет ждать. Пользователь хочет мгновенно добраться до какого-то контента. Он не хочет что-то там скролить и ждать, пока что-то подгрузится. Ему все нужно заранее. И именно это и делает Async Display Kit. То есть он превратился из UI-движка еще и в UX-движок. Он сильно с этим делом помогает. Стабильное обновление релиза. Как я уже говорил, Async Display Kit кстати, я этого не говорил. Async Display Kit недавно переименовали в Texture. Это новое название. И как я понял, Pinterest взяли его под свое крыло очень основательно. И соответственно там уже есть специальный Texture Group, который занимается конкретно этим фреймворком. И ребята трудятся не подводая рук. Они фиксят баги, они выпускают новые фичи и так далее. Это очень хорошо. Отзывчивая комьюнити. Ребята реально какие-то не пойми откуда. Вот просто парень знает, как решить эту проблему. Он вам подскажет. И я сейчас в Slack сижу в этом канале и там постоянно кто-то пишет, постоянно какие-то диалоги, постоянно кто-то кому-то помогает. Это очень хорошо. Ну и невероятно крутой layout engine. Я влюбился в него вообще прям вот он очень крутой. Вы можете просто заранее все задать. Задаете все. Никакого boilerplate лишнего. Просто сказали, что вот эта вьюха выглядит вот так. Все. Она и будет выглядеть так. Это очень круто. И предвосхищая ваш вопрос используем ли мы его сейчас или не используем, а будем ли мы использовать или нет. Вот тут и вопрос. Все зависит от проекта, который вы делаете. Лично я в своей работе не рискнул бы использовать его во всех проектах. Просто в силу того, что вы полностью завязываете весь свой юзер интерфейс на чужом фреймворке. Если в нем что-то отвалилось, удачи, вам нужно что-то либо пофиксить, либо вам нужно будет от него отказаться. Отказываться от него вы скорее всего не будете, потому что большая часть приложения написана на нем. фиксить что-то я бы вам не советовал. Я заглядывал во внутренности и это кошмар. Там просто столько всего. Мьютексы, семафоры. Это, конечно, все несложно опытному разработчику, но вникнуть в то, как работает фреймворк и полностью понять все его тонкости изнутри, на это потребуется огромное количество времени. Если вдруг вы захотите сделать какую-то демпу, если вы захотите сделать какое-то свое приложение, у которого не горят сроки, если у вас нет какого-то клиента, который бы хотел все четко вовремя в срок, то я бы использовал этот фреймворк. Если честно, мне очень хочется использовать его в каменном приложении, потому что он очень удобен, но он налагает на вас определенные ограничения. Здесь я привел полезные ссылки, мои контакты. Это мой доклад окончен. Вопросы? Как вы можете оценить в процентном отношении разработку стандартных способов через сториборды и подобные и разработку в ходе детальной оближательной скорости? А, скорость, скорость, да? Хороший вопрос. Мы в компании Росбери отказались от использования сторибордов и ксибов вообще. Основной аспект это реюзабельность, переиспользование. То есть часто бывает такое, что у вас есть какая-то вьюшка, которую вы уже запилили в одном проекте, и вам необходимо использовать здесь, очень похожую, и тащить ксиб это такое. И опять же, если у вас есть вьюшка в ксибе, и вам нужно ее поместить еще в один ксиб, тут начинаются танцы с губнами, пляски и так далее. Мы от этого отказались, и мы пишем все в коде. Соответственно, для нас какой-то сложности при переезде с одного на другое не было. Скорость я лично не замерял, но по удобству намного удобнее работать с синдисплей. То есть обычно, когда вы пишете UI, когда вы ставите UI с помощью фрейма, вам чаще всего необходимо какую-то математику использовать. То есть если вам нужно разместить что-то по центру, то вы делаете определенные действия, и они чаще всего повторяющиеся, и делать их неинтересно совершенно. Понятно, что есть какие-то библиотеки, которые это все ускоряют, и сахарки, и мы их тоже используем, но здесь это все встроено из коробки, и в целом я думаю, что на всем дисплейке верстать экраны быстрее, чем обычным способом. Спасибо. А конструкторы вы используете? Мы использовали. Как только мы запустили, сделали какую-то более-менее сложную ячейку на констрейнтах с расчетом, ну там с текстами, с расчетом какого-то текста автоматическом, и увидели, как она лагает, мы отказались от них вообще на то, потому что использовать их наполовину смысла особо не имеет. Рассчитать на фреймах UI сложности вообще никакой нет. И как бы в чем польза констрейнтов лично мне непонятно, потому что они тормозят. То есть вы просто пытаетесь скроллить экран, и у вас такой дергунчик получается, кому он нужен. Я правильно понимаю, что UIKit и SIGDISP не получается в неравном используя каких-то оппонентов? Вы можете их использовать одновременно в рамках одного приложения, и, наверное, даже в рамках одного экрана. да, можно. Просто они друг с другом не особо конфликтуют. Просто получится так, что у вас приложения будут разнородными, и человек, который, возможно, получит его на поддержку, получит такую бомбу. когда часть написана на Async дисплей ките, а часть просто на UIKit, он может немножко удивиться этому. Там же не будет проблем в том, что Async дисплей рассчитывает что-то в гранд-путоке, и, допустим, я использую что-то из-за IKit так, что иным поток. И происходит такая ситуация, что если они как-то связаны с элементами, то получается вся польза Async дисплей кита будет своими дисциплированами. Вы сказали все абсолютно правильно. Если вы используете их одновременно, то у вас может случиться так, что UIKit будет мешать вам. Поэтому еще раз повторюсь, если вы делаете приложение на Async дисплей ките, то разумнее делать его на нем полностью. Потому что в каких-то моментах может случиться так, что UIKit вам банально все испортит. На самом деле идея очень интересная и как ребята все это распараллелили, это очень круто. И мне интересно, будет ли у нас когда-нибудь асинхронный UI вообще из коробки сразу в системе. Еще кто-то хотел спросить? Как на наш взгляд на пор подтверждения будет пройден? Ну, например, сколько нужно поправить время с статистическими разработчиками, чтобы нам перейти со высшим старикам и далее на запрещение контексте. посмотреть, как он работает и больше внимания я уделял тому, как он работает изнутри, как работают какие-то механизмы того же переиспользования и всего остального. Вот эти узкие места я изучал их и на их изучение мне потребовалось какое-то время. Когда я начал работать вместе с ребятами, то есть я делал это приложение не один, у нас была команда разработчиков и у ребят такого порога вхождения не было вообще. я рассказал им какие-то основополагающие вещи, как рассказал вам про ноды, про layout engine, про спеки и про все остальное. И в целом этого достаточно для уверенного стартера. Я вот так понял, что в бэкграунде там и данные подтягиваются, правильно же? Да. Это вот за счет этого. А как быть, если вот, например, используем рим, соответственно, он же должен быть тоже в UI по токену лучше, чтобы в дальнейшем там можно именно задавать, что вот эту вот часть мы делаем в UI потоке, потом мы хватаем в бэкграунд, потом, ну, типа как RxJava. Я понимаю, ГЦД вам в помощь, конечно, вообще, думаю, да, это все возможно. Единственное, что вот в документации к методам очень четко указано, какой из методов выполняется на главном потоке, какой выполняется на бэкграунд потоке, какой гарантирован выполняется на мейнтрейде и так далее. Это все указано и, исходя из этого, вы можете рассчитывать на какие-то вещи, но если вдруг вам нужно подтянуть данные и потом их как-то куда-то записать, то здесь я даже не знаю, что сделать. Наверное, было бы разумнее как-то подтянуть данные в бэкграунде, закешировать их и как только выдастся какой-то момент в юзер-интерфейсе, ну, свободный, то скинуть их в базу. Ну, то есть как-то этот момент можно, думаю, соединить. С Realman и AsyncDisklay китом одновременно я еще не работаю. Ну, из всего можно выйти в их. Ну, может, с коробки что-то есть? Не знаю, честно, не смотрел, знаю только, что сейчас AsyncDisklay кит активно развивается с layout-движком Yoga, кто-то слышал? React Native, Yoga, вот это все, типа, совершенно кроссплатформный движок, вы пишете абсолютно теми же, оперируете абсолютно теми же абстракциями на любом языке и все работает отлично. Собственно, сейчас они впиливают этот движок к себе. Ну, это тот же CSS Fluxbox в другой оболочке. Еще вопросы? Хорошо, раз вопросов нет, позвольте еще раз подвести итог. Отличный фреймворк, я бы использовал его всю свою сознательную жизнь, но, к сожалению, он накладывает какие-то ограничения и не всегда это считается возможным. отчет Spree, спасибо за необходимость. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ